Всем привет! Посмотрим девятую партию матча на первенстве мира по шахматам между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном. Наш с вами соотечественник играет белым цветом и наконец-то он пошел в С4, то есть до этого мы видели стабильный Е4, проверки в антимаршале, но там очевидно было, что Магнус все знает, вылавливать там уже негде было, и поскольку Яна надо обязательно выигрывать, уже турнирная ситуация, говорит о том, что нужно рисковать, нужно менять пластинку, Ян сыграл С4, ну и в принципе по дебюту получил хорошую позицию, то есть такие каталонские вещи получили, здесь могла быть ситуация раскрутиться по-разному, конь Ф6, Д4, слон Е7, конь Ф3, мы бы получили типичный каталон, такой главный каталон, ДЦ, да, вот, но было сыграно по-другому, Д4, принципиальный момент, конь Ф3, вот, могла, например, получиться позиция с переменной цвета из волжского гамбита, то есть, например, сюда, 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 и те, кто ребята играют челнями в Волжске, они могут понимать, что это волжский с переменной цвета, но это все рискованные дебюты, не для матча первенства мира, да, в общем, здесь чаще играют конь Ф6, слон С5 достаточно редкий ход, вот, ну и вот здесь вот потихоньку позиция уже у нас становится, которая выходит из рамок теории, конь Ж4, слон С5, вот эту позицию я оценивал за белых достаточно благоприятную, как мне кажется, явно удалось поставить какие-то дебютные проблемы, и не так очевидно все было в ходах черт, Д4, все-таки белые закончили развитие, у них центр, и в Каталонии всегда большие вопросы к этому слону, как он будет выходить, а не как, поэтому белых и перевес, но дальше Ян допустил, вроде как, одну ошибку, которая стоила, ну, может быть, там, примерно партии, здесь вот белые пошли А3, и надо было все-таки рискнуть пойти белыми Б4, Ян, вроде бы, взрывной шахматист, должен был такой ход видеть, что конь Б4 не сильно грозит, все-таки там в конце варианта зависает Б7, и примерно такое бесхитростное конь Б6, я бы побил, 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 да, мы опасного слона у себя сохранили, а вроде бы плохого С8 выменили, но теперь у меня слон с Ж2 без оппонента, а это значит, что все каталонские идеи работают, слон работает, у белых явный перевес. Ну, вот Ян здесь молодушный, чем он пошел, БА, ну, и хоть у него и лишняя пешка, но это явление временное, все мы как раз с вами понимаем, сдвоенные по краю, никому не интересно. Ну, и тем не менее, слон с С8 не уходит, у белых, я думаю, что небольшой перевес есть, ну, и вот здесь вот получилась затяжная игра, которая перешла в Эншпиль, здесь нюансы мы обсуждать не будем, ну, наверное, до главного момента мы доходим, да, называется у нас диаграммка с его дня, с его года, да, что, была ладья под боем, черные отошли, отошли не просто так и с нападением, вот здесь вот у Яна будет шанс не пытаться играть на удержание этой пешки, а спокойно уйти слоном, например, ладья С4, и, в принципе, у белых тут не должно быть хуже, а почему, работает слон отдаленная по шансу у белых, я думаю, были бы неплохие на практике практически, но здесь Ян поспешил, сыграл Ц5, вот эта позиция, которая у нас была в превьюшке, и все, оказывается, что после Ц6 партия сразу заканчивается, слон ловится, он не выходит, вот такая вот мышеловка для слона, что-то похожее, мы наблюдали несколько партий назад, у Яна также могли поймать слона, но он Магнус его просил, ну и, в общем-то, все, Ф3 ни о чем не говорит, все это в пользу бедных, ну, А6, Ладья Е4 не работает, отсюда ничего, потому что мы подходим и съедаем, слон никуда не уходит, и все, да, Ладья А7 сыграно сразу, да, Ладья Б4 сыграно сразу, но ни о чем говорить, ни о чем говорить, конечно, в Ладья Е4 здесь была небольшая ловушка, если бы черный побили-побили, то после Ладья Б8 и слон А6, и конь А5, возможно, фигура сохранялась, у белых все хорошо, но такой вот зевок, да, хоть мы и защитились, но ни о чем не говорит, пешка по А явно не успевает, если бы она встала на А6, у белых была бы очень крутая позиция, но этого не произошло, раз так, просто нет фигуры, просто нет фигуры. Ну и теперь, хоть и крутая пешка по А, но она ничего не дает. Один в поле не воин, черный фигур достаточно, хоть и далек был конь, но он, смотрите, как приходит, через шахи быстренько оказывается на ферзевом фланге, ну, в общем-то, все, а этого им понадобилось, потому что пешка никуда не шла, просто Ладья встает на А8 или на Д8, ну и здесь белые капитулировали. Ну что, три очка разницы, Ян просто сливает матч, конечно, что было позавчера и сегодня, конечно, ну, видно, что Ян уже не играет с энтузиазмом, то есть Яна хватило буквально на полматча, на полматча, дальше он устает и все. Ну что, физическую форму надо поддерживать, опыт, в принципе, Ян еще не такой возрастной, может быть, через несколько лет, через пять, через десять лет, Ян попробует еще раз отобраться и сыграть такой матч на первенстве мира по шахтам. Но это уже будет совсем другая история. Вот такая партия мы сегодня рассмотрели, кто хочет поделиться своим мнением, обязательно пишите идею в комментариях под этим видео, можно подискутировать на тему того, выиграет ли Ян хотя бы один матч, матч может закончить и досрочно, да, ну, партия еще есть, можно выиграть и не только одну партию и матч, но тогда надо выиграть четыре, четыре партии, практически четыре партии подряд. Всем спасибо, оставайтесь с нами на одной волне, увидимся совсем...